Привет, друзья! Это уже четвертый выпуск с дегустацией еды от торговой марки Мираторг. А если вы не видели предыдущие выпуски, то все ссылочки будут в описании. Солянка мясная на говяжьем бульоне. Масса 360 граммов. Состав здесь очень-очень длинный и он не полностью натуральный, так как тут и окорок есть варенокопченый, также есть еще и колбаса. Ну, в общем, то, что должно быть в солянке, тут это все есть. Самое интересное, здесь написано, изделие кулинарное мясосодержащее. Получается, что тут вроде как бы мяса есть, но его вроде как бы и очень мало. Солянка мясная, стоимость 200 рублей. Адрес производства Московская область, город Домодедово. Перелью эту солянку в мисочку и мы посмотрим, что она из себя представляет. На внешний вид вроде бы неплохо. Нужно разогреть и попробовать. Солянка разогрелась. Теперь можно более детально посмотреть, что тут положили. Ну, как я вижу, колбасы здесь и грудинки очень-очень мало. Попробовал я эту солянку и понял, что на 200 рублей она совершенно не тянет. Здесь есть вот огурцы, но они какие-то невкусные. Также вот это вот копчености совершенно особо не ощущаются во вкусе. Больше всего во вкусе чувствуется что-то такое кисленькое. Скорее всего, что это уксус. По пятибалльной системе я бы оценил эту солянку на 3 с минусом. Потому что есть ее все-таки можно, но вкус, конечно, очень далек от идеальной солянки. Я, конечно, и не требую, чтобы она была суперидеальная. Но все-таки вот 200 рублей хочется, чтобы, по крайней мере, ну что-то было съедобное, нормальное. А не так, что вот лишь бы съесть, чтобы чего-то съесть. Совершенно никакого приятного ощущения от этой солянки нету. Теперь попробуем, не побоюсь этого слова, деликатес. Это пельмени из мраморной говядины. Фарш состоит здесь из говядины, воды, а также есть соус демиглас. В этом соусе есть вино. Ну и также очень много различных специй. В целом состав неплохой, он полностью натуральный. Масса пельменей 500 граммов. Стоимость упаковки пельменей 479 рублей 99 копеек. На упаковке написано, что пельмени из мраморной говядины делаются из бычков породы кросс-вагю. Эта говядина считается деликатесом наравне с белым трюфелем, фуа-гра и швейцарскими сырами. Изготовлена в Брянской области, в Гонический район. Пельмени эти смерзлись и покрыты снегом. Но это вина не производителя, а скорее всего магазина. Покупал я его в Перекрестке. И видимо, все это дело так хорошо смерзлось, что даже и пельмени эти не разделяются. Но несмотря на это, пойду сейчас их сварю и мы попробуем, что же будет за вкус у этих пельменей. Сварил несколько пельменей. Ну, снаружи они выглядят как вполне обычные пельмени. Самое интересное, конечно же, внутри. По внешнему виду, и даже не скажу, что это мраморная говядина, но только что видно, что здесь много довольно-таки мяса. И тесто тоненькое. Попробовал я эти пельмени. И могу сказать, что тесто хорошее. И количество начинки здесь большое. Но вот сам фарш, я бы не сказал, что он какой-то супер вкусный. Если, например, сделать обычные домашние пельмени из обычного фарша, а не из мраморной говядины, то они будут все равно вкуснее. В этом фарше чувствуется очень много специй, особенно очень много черного перца. Поэтому вкус острый. А то, что это мраморная говядина, абсолютно никак не ощущается. Но чувствуется только то, что это мясо мягкое. Но то, что вот оно какое-то там супер сочное, как вот должно бы быть у мраморной говядины, этого не ощущается. Мое мнение, то, что эти пельмени на свои деньги не тянут. Они ничуть не лучше, чем какие-то самые обычные пельмени. Овощи-гриль с итальянскими травами. Постный продукт. Свежезамороженные травы. В составе здесь картофель, баклажаны обжаренные, сладкий перец, цукини, репчатый лук, петрушка и базилик. Масса 400 граммов. Стоимость данного блюда 149 рублей 99 копеек. Адрес производства город Домодедово. Судя по составу, здесь больше всего картошки. И картошка здесь идет в мундире. В общем, больше всего здесь самых дешевых овощей. Разогрел все это дело. Попробую картошечку. Посмотрю, интересно, толстая ли здесь кожура. Кожура здесь не толстая, но картошка просто вареная. То, что она на гриле приготовлена, это никак не ощущается. Да и по внешнему виду тоже незаметно, чтобы ее готовили на гриле. Ну, даже слышно то, что цукини хрустит. То есть, готовность аль денте. Если что-то из этого и готовили на гриле, то только лишь на электрогриле. Потому что никакого запаха дымка не чувствуется. В общем, это не имеет никакого сравнения с теми овощами гриль, которые ты готовишь в даче на мангале у себя. Ощущается только лишь, что вот эти баклажаны очень-очень жирные. Вот даже, смотрите, я нажимаю, это все стекает растительное масло. Растительного масла в этих баклажанах огромнейшее количество. И есть их даже как-то неприятно. Потому что, ну вот ешь, такое ощущение, что это баклажаны в масле. В общем, отвратительное, в общем, блюдо. Причем, эта картошка, она даже и попадается не готовая. Одна картошка, она попалась нормально, а вторую стала жевать, она хрустящая. То есть, ее не доварили, не доготовили. По сути дела, покупаешь здесь одну вареную картошку. И покупать вареную картошку за такие огромные деньги, ну, как бы это, по-моему, это вообще просто неуважение к своим покупателям. Вот такое блюдо втюхивать, я бы так сказал. Просто вареная картошка, которая даже и не гриль. Так что, больше бы такое никогда бы не купил. Беляшики с бараниной. Написано, что сочная начинка в тонкой панировке. На упаковке написано, что это изделие кулинарное мясосодержащее. Такое слово мясосодержащее все время меня настораживает. Это значит, что что-то нечистое тут. На упаковке мы с вами видели, что было написано с бараниной. Но вот в составе написано, что здесь замороженный фарш говяжий. Баранина замороженная тут тоже есть, но, видимо, ее очень-очень мало. Также есть еще и мясо кур, и куриная кожа, и куча всяких добавок не очень хороших. Масса 250 граммов. Беляшики с бараниной. Стоимость 176 рублей 90 копеек. Изготовлено в Калининградской области, поселок Невское. В действительности они смотрятся как-то не так красиво и аппетитно, какие были на картинке. Ну, сейчас разогрею, и мы попробуем. Разогрел несколько штучек, и давайте посмотрим, что же будет внутри. Что же здесь за начинка. Ну, как мы видим, тесто действительно тоненькое. То есть, это, конечно же, не беляши, а написано, что беляшики, но, видимо, что они не только маленькие, но и потому, что еще и тесто очень тоненькое. Интересно попробовать одну начинку, чтобы понять, из чего она вообще сделана. Съел несколько штучек, и могу сказать, что они вполне съедобные. Фарш здесь, конечно, не идеальный, но чувствуется, что он мясной. Мясо здесь действительно ощущается. По пятибалльной системе я бы оценил эти беляшики на четверку, потому что вкус, конечно же, не идеальный. Мяса здесь немного, но мы и по составу видели, что там и очень много других добавок еще, кроме мяса. Но, тем не менее, в целом вкус вполне приемлемый. Тесто тоже вкусное, тесто мне понравилось. Единственный минус только то, что вот это тесто, оно очень жирное, так как в масле все это дело обжаривалось. Как мы видим, кинуа здесь очень-очень мало, а больше всего, как мне кажется, здесь морковки. Одна сплошная морковка, а базилик сформирован в какие-то полусферы. Разогрел все это дело в микроволновке. Базилик из полусферы превратился вот в такую лепеху. Ну и теперь нужно это все еще хорошенько перемешать. Попробовал. Морковка, стручковая фасоль и кукуруза. Это все было подвергнуто шоковой заморозке и предварительно никак термически не обрабатывалось. То же самое касается и горошка. Кинуа это уже вареное. Кинуа готова. Во вкусе вот это вот базилик совершенно не ощущается, что это базилик. То есть как-то особо не чувствуется вкуса. Ну и в целом какого-то особого вкуса в этом блюде нету, потому что здесь все такое сухое. Кинуа она очень сухая. Ну только то, что еще растительное масло можно добавить. В этом плане будет как-то пожирнее и покалорийнее. Ну по сути дела обычные замороженные овощи. Вот это вот киноа, которое особо даже не чувствуется, потому что здесь супер мало его. Скажем так, это блюдо не понравилось. Лучше бы купить отдельно эти овощи и все. Наггетсы куриные с ветчиной. Сами наггетсы сделаны из куриного филе. А ветчина сделана тоже из куриного мяса. В этой ветчине очень много различных специй. Ну и так как тут есть ветчина, а мы знаем, что ветчину очень-очень часто кладут различные добавки, поэтому и всяких добавок здесь тоже очень много. Стоимость наггетсов 129 рублей 99 копеек. На внешний вид наггетсы смотрятся довольно-таки аппетитно. Они разной формы, есть кругленькие, есть прямоугольные. Разогрел несколько наггетсов на сковородке. Разогреваются они очень быстро, по 2 минутки с каждой стороны. Ну и сразу же видно, что корочка хрустящая, это вот чувствуется. И на внешний вид они смотрятся очень аппетитно. Планировка здесь хорошая. Сейчас посмотрим, что будет в разрезе. В разрезе действительно виднеются кусочки ветчины. Попробовал эти наггетсы. И могу сказать, что вот те наггетсы, которые идут без ветчины, то есть просто наггетсы, они вкуснее, чем вот эти, которые с ветчиной. Потому что ветчина здесь не самого высокого качества. И вот когда начинаешь есть эти наггетсы, то вот то, что здесь какой-то фарш, вкус его вообще не чувствуется. Вот эта вот ветчина, хоть ее вроде тут и немного, но вот она весь вкус как-то перебивает на себя. Потому что вкус у этой ветчины, он какой-то копчененький. Там такое ощущение, что есть что-то сырное, какие-то нотки. То есть вкус какой-то он вообще как бы на ветчину не похож. Но вот что-то вот такое бывает, когда покупаешь самую дешевую колбасу, самую дешевую ветчину. Вот там вкус немножечко тоже вот он такой вот. Он совершенно не связан с мясом, а именно вот чувствуется, что там очень много всяких добавок. То, что касается панировки, то претензий никаких нету. Панировка идеальная, все супер хрустит. Но вот наггетсы, которые без вот этой всяких там, без всяких добавок, они вкуснее. Потому что там действительно чувствуется вкус мяса. А здесь вкус мяса совершенно не ощущается. Поели мы всяких невкусностей. И пришла пора переходить на правильное питание. Попробуем итальянскую смесь из завороженных овощей. Здесь овощей 400 граммов. Итальянская смесь замороженная. Стоимость 178 рублей 90 копеек. В составе капуста брокколи. Початки молодой кукурузы. Сладкий перец, морковь и зеленый горошек. Также еще томаты есть. Изготовлены в Московской области, город Домодедово. Эту смесь я покупаю не первый раз. Мне она нравится. Можно в суп добавлять. Но сейчас я эти овощи потушу. И мы с вами их попробуем. Отварил небольшое количество овощей. Варил я их 10 минут. Чтобы они получились аль денте. То есть с небольшой хрустинкой. Ну теперь можно попробовать. Попробовал. Овощи нормальные. Раньше только мне кажется кукуруза здесь была более мелкая. Но мне вот эта смесь как раз и нравится. Потому что тут вот есть такая интересная кукуруза. Кукуруза эта вот варится дольше всех овощей. И она получается самой хрустящей. Это целиковые початки. Но так как кукуруза молодая, то они довольно-таки мягкие. Замороженная смесь. Мне это нравится. Такую смесь я иногда беру и буду дальше тоже брать. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok